Всем привет, с вами Ростиксон. В сегодняшнем видео я расскажу как начать торговать криптовалютой. Это видео ориентировано для новичков в криптотренинге. В этом видео вы услышите как зарегистрироваться на бирже и как выбрать себе лучшую биржу. Потом расскажу как пополнить баланс криптовалюты, какие способы пополнения есть и как лучше купить или продать криптовалюту. Дальше я покажу как пользоваться кошельками, как переводить криптовалюту с одного кошелька на другой кошелек. Потом мы с вами посоздаем ордера, то есть мы начнем торговать, создадим несколько ордеров, купим что-то, продадим, проанализируем график, торговый стакан и расскажу о некоторых других инструментах, которые существуют. Также расскажу как торговать на фьючерсах. Также в описании будет ссылка на мой телеграм-канал, где я делюсь мыслями о рынке, там очень много информации, которые нет на ютубе. Там я говорил, что продал 90% своей крипты при битке 60 тысяч долларов. Заходите и зацените сами. Кстати, также в описании будет моя реферальная ссылка, которая даст вам или 20% скидки, или 10%, как вы выберете сами. Итак, весь трейдинг криптовалют начинается с регистрации на какой-то бирже. Для того, чтобы вам купить криптовалюту, вам нужно ее где-то хранить, где-то торговать криптовалютой. Поэтому мы регистрируемся на бирже. Биржа это у нас уже и кошелек, и торговая площадка. Здесь можно и хранить криптовалюту, и торговать ей. Зарегистрироваться я рекомендую на бирже Binance. Это самая крупная и известная биржа. Также она самая надежная. Если вы будете регистрироваться по моей партнерской ссылке, которую вы можете найти в описании под видео, то вы автоматически получите максимальную скидку на комиссии, а именно 20%. Ссылку можно найти в описании под любым моим видео. Вот так вот выглядит ссылка. Просто переходите по этой ссылке, и вы попадаете на страничку создания аккаунта. Скидка на комиссию будет действовать постоянно, и ее нельзя уменьшить. Также ее нельзя увеличить, так как это максимальная скидка. Сарегистрироваться вы можете как на электронную почту, так и на мобильный телефон. Но разницы нет. Некоторые трейдеры не хотят проходить верификацию на бирже. Что такое верификация? А это подтверждение вашей личности. То есть для этого вам нужно будет загрузить некоторые документы, водительские права или же вас паспорт. После того, как вы прошли верификацию, вам будет открыть список дополнительных услуг, которые вы можете воспользоваться. Но без верификации ими воспользоваться нельзя. Какие именно преимущества дает верификация? Ну, во-первых, это возможность торговать на P2P рынке. Что такое P2P рынок? Это как бы обмен криптовалютой от человека к человеку. Но он происходит на бирже Binance. То есть биржа как бы посредник. Почему P2P очень важен? Во-первых, на P2P очень хорошие курсы покупки и продажи криптовалюты. Также это дело происходит очень быстро. А риска практически нет. Ну, допустим, курс покупки рубля 77 рублей за USDT. То есть, когда вы продаете один USDT, вы получаете 77 рублей. А если вы возьмете какой-нибудь другой обменник, то там курс, скорее всего, будет меньше, чем 7 из 7. Это по-любому, потому что там существует комиссия за перевод, а также комиссия самого обменника. Но еще раз повторю, чтобы пользоваться вот этими сервисами, вам нужно верифицировать аккаунт. Также можно выводить и пополнять через P2P. Рубли приходят на вашу карту. Я снимал отдельное и подробное видео, как пользоваться P2P сервисом. Кому интересно, все ссылки вы найдете в описании под видео. Пополнение также после верификации. Вам будет доступно пополнение через карту. И будет существовать несколько способов покупки биткоина. Через карту, вот здесь, кредитная и дебетовая карта. Нажимаем сюда. Есть первый вариант пополнения. В таком случае вы можете просто пополнить рублями и купить биткоины за рубли. А можно проще. Просто купить криптовалюту, заплатив рублями. Вот так-так-так. Давайте посмотрим на наш баланс. Сейчас покажу также, как купить криптовалюту. Происходит это все быстро. После того, как вы зарегистрируетесь, вы попадаете вот в такое вот меню. Здесь очень много разных инструментов. Но пока что нам нужен инструмент только кошелек. Чтобы посмотреть, купили ли вы криптовалюту или пришла ли она вам на кошелек, для этого нужно нажать кнопку «Обзор кошелька». Мы нажимаем эту кнопку и переходим в обзор наших всех криптовалютных кошельков. На Байнденсе есть несколько кошельков. Они как бы все объединены в одну биржу, но среди них можно переводить криптовалюту с кошелька на другой. Есть, например, маржинальный кошелек, есть изолированный маржинальный кошелек. Но это все уже для опытных пользователей. Поэтому я вам пока не рекомендую пользоваться этим. На основном кошельке будут все ваши криптовалюты, которые будете покупать. Покупать по карточке или, в принципе, все криптовалюты, которые вы купите на обычном спотовом рынке. Еще есть фьючерсный кошелек, там фьючерсы Coin. Кошелек P2P, с которого вы сможете выводить, пополнять. Есть еще аккаунты для депозитов в криптовалютах, различные пулы. Также нужно обращать внимание, в каком именно кошельке у вас криптовалюты. Некоторые новички видят, что есть какой-то общий баланс, а на споте денег нет. Это значит, что просто криптовалюта на каком-то другом кошельке. Теперь еще узнаем, как это происходит. Мы видим кнопку перевод, нажимаем на нее и выбираем, с какого кошелька на какой мы переведем, и что именно, и сколько. Например, можно перевести со спотового аккаунта на фьючерсный и наоборот. И так хоть сто раз, так как комиссии за перевод нет. Сейчас покажу, как купить биткоин за рубли с помощью дебетовой карты. Но и за другую валюту также можно будет купить, общий смысл будет такой же. Проще говоря, мы отправляем фиат, ну именно рубли, получаем крипту за вычетом небольшой комиссии. Сейчас расскажу, как это сделать. Нажимаем кнопку купить криптовалюту, выбираем купить с помощью карты. Здесь мы пишем, сколько мы хотим отдать. Ну и допустим, я хочу отправить 3000 рублей. Я увижу, сколько биткоинов я получу и по какому курсу. Напоминаю, это уже для тех, кто верифицировался. Также мы выбираем, с какой карты будем оплачивать, или просто добавляем новую карту. После того, как мы выбрали сумму покупки, подтверждаем, и нам придет смс подтверждения от нашего банка. Когда платеж пройдет, биткоин зачислится на ваш основной аккаунт. Теперь я могу делать с биткоинами все, что угодно. Продать к USDT и купить все, что угодно. Или просто оставить биткоины, вывести на холодный кошелек биткоины, или подарить их другу. Это уже ваши биткоины, и вы сами решаете, что с ними делать. А теперь, как купить крипту без верификации. Сначала мы копируем адрес биткоина, находим его в основном аккаунте. Потом переходим на сервис BestChange. Выбираем, что мы отдаем, к примеру, рубли с киви. И хотим получить биткоин. Выбираем обменник. Напомню, что криптовалюта очень рисковый актив, и также нужно правильно выбирать обменник. Вы вставляете ваш адрес кошелька биткоина. Напомню, что если вы вдруг ведете не тот адрес, то деньги не придут. Так же, как с карточкой. Так что это нужно тщательно проверять. Пополнение может происходить долго, так как время зависит от нагруженности сети и выбранной вами монеты. Например, биткоин идет от 5 минут до часа. А есть монеты, которые приходят быстрее. С этим мы разобрались. Мы пополнили себе счет. У нас есть теперь деньги на счету, а именно биткоин. Теперь мы начинаем учиться торговать криптовалютой. Где вообще покупать, продавать криптовалюту? В принципе, если вы хотите инвестировать в криптовалюту, то вы можете просто купить себе биткоин, и он у нас будет на счету. И вы будете следить за ним, и просто оставлять на спотовом кошельке, или вывезти на холодный кошелек. Купить там еще какие-то криптовалюты. Это называется инвестированием. Инвестируем в АНМ, когда вы купили и не торгуете, а просто наблюдаете, как актив дешевеет или дорожает. Например, вчера биткоин стоил 34 тысячи долларов, сегодня уже 36 тысяч долларов, а когда я записываю видео, он уже стоит 38 тысяч долларов. Если бы вы вчера купили его, то у вас уже была бы прибыль. Но всегда помните, что никто не знает, что будет с рынком. И возможно, как рост, так и большое падение. И когда биткоин недавно упал на 10%, то другие криптовалюты, которые имеют меньшее доверие, упали на гораздо большие проценты. Нажимая на классическую торговлю, мы переходим на страницу обычных торгов, без кредитного плеча, где мы просто можем продать или купить тот или иной актив. Найти новую криптовалюту, которую вы хотите добавить в свой портфель. Например, вы закинули USDT и ищите ту криптовалюту, и находите нужную вам пару. На фьючерсах вы используете заемные средства. Это более сложный и рискованный инструмент, о котором я расскажу в конце видео. Еще раз, фьючерсы подойдут скорее для опытных пользователей. Останавливаемся на обычной классической торговле. Нажимаем на классическую торговлю и переходим. Мы видим тут такое меню и можем начать торговать. Слева мы видим столбики с разным цветом и ценой. Это торговые стаканы. Здесь мы видим ордера на продажу и покупку. Зеленый, например, это ордера на покупку. То есть по такой цене люди готовы купить актив. Красное, это значит, что кто-то хочет продать. Ну, в нашем случае они и продают биткоин. Если мы хотим купить биткоин, у нас есть несколько способов. Купить лимитным ордером и по маркету. Сейчас расскажу, чем они отличаются. Лимитные ордеры. Мы определяем цену актива и количество. Потом наш ордер переходит в стакан. То есть, к примеру, сейчас биткоин стоит 33 тысячи долларов. А мы хотим дешевле и ставим такой ордер. Покупка одного биткоина по 29 тысяч долларов. Чем ближе мы ставим цену к рыночной, тем быстрее может сработать ордер. А, к примеру, если мы выберем какую-то дальнюю цифру. Например, оставив ордер на покупку биткоина по 3 тысячи долларов. То он может не выполниться никогда. Или через 3 года. Например, когда все упадет, как в марте 2020 года. То же самое и при продаже лимитным ордером. Например, вы купили биткоин сейчас и поставили ордер на продажу при цене биткоина 50 тысяч долларов. При покупке или продаже по маркету вы совершаете сделку по рыночной цене. То есть, покупаете или продаете в стакан. Ну, например, если у вас большая сумма, то вы можете сильно опустить или поднять курс. Но большая сумма, я имею ввиду от миллиона долларов. Ну, если это применимо к биткоину и его ликвидности. И то вряд ли вы сильно повлияете на курс. То есть, к примеру, у вас 20 биткоинов. И вы продаете их по маркету. Рыночная цена 33 тысячи долларов. Ордер на покупку на 15 биткоинов стоит по 32 тысячи 900. И еще ордер стоит на 5 биткоинов по цене 32 тысячи 890. То есть, в такой продаже вы опустите рыночную цену. А рыночная цена равна последней цены сделки. К примеру, если вы будете туда-сюда продавать и покупать на маркете. То часть вы будете терять. Так как есть разница между ценой покупки и продажи. Спрей это разница между лучшей ценой покупки и продажи. Как правило, на ликвидных монетах она минимальна. А рыночная цена где-то между ними. Также мы можем выбрать, что и к чему мы будем торговать. То есть, к примеру, мы можем купить биткоин и найти все пары с биткоином. И купить BNB с помощью биткоина. А если, например, вы выбрали монету, а она не торгуется биткоином. Или к любой другой монете. То вы просто продаете к стейблкоину и покупаете с помощью него. Например, можно торговать к фиату. А можно к другой крипте. Фиат. Это валюта каких-то стран или их цифровые версии. Например, USDT или BSD. Эта криптовалюта обеспечена долларом. Подробнее можно посмотреть в моем видео. Также ссылка будет в описании. Мы можем торговать или инвестировать. Например, купив месяц назад, а продать сегодня. Но также нужно следить за монетой. Например, если она сильно выросла, то она вряд ли может вырасти так же. Да, она может вырасти еще несколько раз. Но упасть гораздо ниже. Поэтому нужно соблюдать риск менеджера. Например, Solana выросла с одного доллара до 260. А сейчас упала до 80. Да, Solana могла вырасти в несколько раз. Но это было гораздо сложнее. Так как актив уже вырос очень сильно. То есть всегда оценивайте как потенциал роста, так и потенциал падения. Простейший пример. Биткоин уже не даст таких иксов, как раньше. Потому что у него уже большая капитализация. А вот новая монета может. Но тут уже нужно учитывать, что такие монеты также менее надежные. И имеют свойство как сильно расти, так и сильно падать. Также рядом мы видим 3x и 10x. Не стоит тратить на это время. Это маржинальная торговля. На ней легко потерять. Так что переходите туда хотя бы после 3 месяцев торговли. А лучше и позже. Теперь находим любую монету. Для наклядности покажу как совершить сделку. Мы также можем фильтровать монеты. Например, сначала мы можем видеть те монеты, которые упали больше всех. Или те, у которых самые большие объемы. Вводим в поиски нужную монету. И выбираем пару. Как заработать? Если по-простому, просто купить дешевле и продать дороже. Но, допустим, мы купили салон за 1 доллар. А продали за 2 доллара. А потом она вдруг выросла до 250 долларов. Мы опять ее купили на весь банк. И она упала до 80 долларов. Итого, мы уменьшили свой банк в 3 раза. Поэтому стоит изучить монету и диверсифицировать риски. Поэтому старайтесь продавать чуть дороже, чем купили. И использовать всевозможные способы экономии на комиссиях. Начиная от регистрации по моей ссылке. И заканчивая использование BNB для оплаты комиссии. Чтобы оплачивать комсу BNB, просто включите галочку. На Binance самая низкая комиссия. А если мы будем использовать эти способы, то еще уменьшим ее. Для того, чтобы создать ордер, нам нужно нажать на эту цену. Она, цена автоматически копируется вот сюда вот. Это поле для заполнения, создания ордера на покупку и на продажу. То есть мы можем на любую цену нажать. И вот она все копируется. Потом мы нажимаем, ну допустим, хотим купить по 36 тысяч долларов. Нажали вот сюда. Нажали на количество биткоина, которое мы хотим купить. Ну и выбрали на какую сумму мы купим биткоин. Например, может быть на сумму, а может быть просто на 50% наших средств. Можно купить меньше. Ну то есть вы можете контролировать количество покупаемого актива. Но напоминаю, минимальный ордер от 10 долларов. Также можно вручную создавать сделку. Например, мы купим биткоин по 25 тысяч долларов. Ваш ордер попадает в стакан. И вы как бы становитесь в очередь. Сначала будут выполняться те ордера, которые ближе к рыночной цене. То есть сначала выполнятся те, кто хотят купить по 35 тысяч долларов, по 27 тысяч долларов. И так далее, пока кто-то не захочет купить по вашей цене. И до вас не дойдет очередь. Также мы можем в любой момент отменить ордер. И комиссия не будет взиматься. А она взимается только когда ордер исполняется. Так, так. Ну вот что у нас есть. Это торговый стакан. Там всякие на покупку, на продажу. У нас есть сделки на рынке. Это история сделок. Здесь показаны все сделки, которые проходят в данный момент. Вот здесь все покупки и продажи. Также можно отслеживать диаграмму глубины. Она показывает, какой спрос и предложение. То есть сколько люди хотят купить. И сколько людей хочет продать. На самом деле я считаю это показатель сомнительным. И не советую им пользоваться. Так как другие люди могут манипулировать рынком. Например, делать много ордеров. А потом менять их. Например, они сделали много ордеров на продажу. Все это видят. Сами начинают продавать. А по итогу крипта растет. Так как это была манипуляция. Поэтому я ее не использую. На графике вы можете смотреть, как менялась цена в течение времени. Также вы можете менять таймфрейм. Например, минута. Например, если таймфрейм один час. То это значит, что одна свеча на графике будет равна одному часу. То есть сначала до закрытия свечи прошел час. Также внизу вы видите объем торгов. Если большой объем, то это конечно хорошо. Также вы можете анализировать объем сделок. Ну и тому подобное. Вы можете не использовать все эти знания. И нужно будет научиться понимать многие вещи. Например, почему объем увеличился. Может просто разблокировали монеты у инвесторов. И они их продают. Или вышла крутая новость по типу партнерства с крупной компанией по типу Амазона. Будьте аккуратны. И помните, что большинство теряет. Учитесь на своих ошибках. Удачных сделок. И приятного обучения. Всегда помните, что если вы вошли с 1000 долларов. То вы можете ее потерять. И лучше учитесь на малыми суммами. То есть если минимальная сделка 10 долларов, то и вы торгуете 10 долларов. Только потом, когда уже вы все поймете от начала до конца, торгуйте большими суммами. Также в описании будет ссылка, по которой вы сможете зарегистрироваться и получить вечную скидку 20%. Если еще зададите вопросы, комментарии, лайки. Я буду благодарен.